Итак, что такое скетч? Скетч – это макет страницы, на котором должны быть размещены блоки, копирайтинг, определенные тексты, и кнопки. Также это будет ярко выраженный юзабилити вашей страницы, то есть удобство интерфейса страницы. Выглядит он так. На макете мы видим блоки, их расположение, тексты, кнопки. Отдельно к скетчу мы напишем ТЗ, то есть техническое задание. Выглядеть оно будет вот так. Что где понравилось, какие цвета взять, откуда взять элементы дизайна. Конечно, многие скажут, что макет сайта – это совсем другое, что это набросок блоков на страницы, ну вот как, к примеру, вот здесь. Но я не соглашусь. Я рекомендую сразу рисовать блоки с текстами, кнопками, примерными расположениями картинок, видео. Тогда вы точно будете знать, что вам нравится или не нравится в сайте, еще до того, как нарисуете дизайн сайта. А это огромная экономия времени. Для начала, какими программами я пользуюсь для создания скетча? Я уже более двух лет пользуюсь программой Adobe Photoshop. Почему именно ей? Первое. Мы всегда можем объединить несколько слоев, например, квадратики, кружочки, тексты, картинки в один слой. Это отлично помогает при макетировании, например. Второе. Я могу вставлять готовые картинки, логотипы или их наброски. Третье. Я могу разметить цветовым фоном блоки или их части, например. Итак, давайте попробуем нарисовать пару скетчей в фотошопе. Для этого мы нажимаем кнопочку создать. Делаем ширину 1000 и высоту, например, 3000 или 4000. Высоту можно будет всегда удлинить. Далее переходим в слои. Вкладочка справа внизу. Здесь нажимаем папочку. Называем первый слой заголовок. Второй фон или картинка. Третье. Контакты. Логотип. Плюс ДЦТ. Яйца. Форма. Форма в смысле форма захвата. Это будет наш первый экран. Поэтому мы называем его первый экран. И вносим все эти папочки внутрь первого экрана. Под папочки. На первом этапе рекомендую делать фон для того, чтобы разметить первый экран. Первый экран это то, что будут видеть ваши посетители при первом посещении вашего лендинга. Давайте нарисуем самый простой способ, чтобы ищущий клиент в интернете заказал у вас на сайте. Первое. Клиент вбивает поисковый запрос, если это контекстная реклама или видит рекламу, если это, например, соцсети. Или баннерная реклама. Или тизерная. Далее. Он видит от 3 до 7 предложений. Или офферу. Далее. Переходит по ним. Открывает только те страницы, которые загрузились первыми. Далее. Смотрит на предложение на целевой странице. Оно должно быть равно предложению в рекламе. Если оно не совпадает, значит человек уходит и листает дальше следующий сайт. Если предложение его устраивает, он начинает искать инструкцию на сайте. Какой следующий шаг требуется от него? Что он получит за свое действие? Далее. Необходимо дать ему инструкцию, по которой он сможет связаться с вами. И далее заставить его правилом call to action отправить заявку на сайте. Или позвонить. Следующее правило – DMMT или Don't make me think. Когда мы попадаем в интернет, мы становимся пятилетними детьми. И мы не хотим ждать, думать, что-то решать. Поэтому нам необходимо сделать такой сайт или лендинг, чтобы клиенты ничего не искали, лишний раз не ждали и не думали. Для этого на странице будут инструкции на каждое действие. Нужно нажать на кнопку. Пишем инструкцию, что нужно нажать на кнопку. Если нужно посмотреть видео, нужно написать инструкцию, что нужно посмотреть видео. Если он оставляет телефон, пишем, зачем нам нужен телефон и какое действие от нас последует после заявки. Итак, начнем делать лендинг пейдж. Выберем тематику. Тематика будет «Шумоизоляция автомобиля». Итак, переходим к написанию заголовка. Для этого необходимо было проанализировать несколько конкурентов, понять их цены и суть их УТП, и что они вообще могут предложить. Заголовок должен коротко и ясно объяснять, что вы продаете и основную выгоду при покупке услуги или товара у вас. Например, капитальный ремонт квартиры от 8900 рублей квадратный метр. Или «Купим ваше авто по рыночной цене за 30 минут». Или в нашем случае «Профессиональная шумоизоляция авто от 12000 рублей». Причем 12000 рублей я вынес чуть ниже. И теперь я расскажу про такую вещь, как «Подзаголовок». «Подзаголовок» несет в себе дополнительную ценность для клиента. Например, «Профессиональная шумоизоляция авто» – это чем болеют большинство гаражных сервисов, и они предлагают просто шумоизоляцию авто. А мы можем предложить именно профессиональную в хорошем сервисе. Конечно же, немаловажную ценность несет цена услуги, и она примерно такая же, как по рынку или даже ниже. Естественно, ее мы помещаем в «Подзаголовок», и также помещаем два места, где располагаются сервисы. Это «Дмитровское шоссе» и «Город Железнодорожный». Этот текст будет мельче. Также «Дмитровское шоссе» и «Железнодорожный» мы сделаем цветом голубоватым, и пометим, что это будет ссылка. Ссылка, при которой человек, нажимая, например, на «Дмитровское шоссе», пролистывается вниз лендинга, где может записаться именно в этот сервис. Также, чтобы упростить себе работу, мы нажимаем на кнопочку «Просмотр» и нажимаем «Новая направляющая». Добавляем вертикальную направляющую и двигаем ее к центру. Это у нас будет 500 пикселей, половина от 1000. И теперь мы сможем спокойно размещать элементы по центру лендинг-пейджа. Подзаголовки также могут быть, например, «Составим смету уже завтра и подарим дизайн-проект» или «Приедем к вам и купим на месте». То есть, та дополнительная ценность, которая нужна прямо сейчас клиенту. Переходим к картинке. Картинка – это визуализация или процесса, или мечты результата. Если, к примеру, мы продаем ремонт и обслуживание кондиционеров, то необходимо будет поставить картинку с человеком, который ремонтирует кондиционер. Если продаем установку пластиковых окон, это результат. Пластиковое окно с радостной семьей рядом. Тут работает правило покупка на эмоции. Если человек увидит себя на лендинге, то это половина успеха. Если это ландшафтный дизайн, это, опять же, результат. Значит, много зеленого газона и основные элементы ландшафтного дизайна. Альпийская горка, прудик и так далее. Где брать картинки? Конечно, картинки лучше всего использовать свои. Съездить, сфотографировать свои работы в хорошем качестве, заказать хорошую обработку фотографий. Но можно взять их из бесплатных фотобанков. Например, Dreamstime. Например, на ландшафтный дизайн. Выдают вот такие картинки. Dreamstime, Free Digital Photos, Free Images, Free Photos Bank, I'm Free и так далее. Фотобанков очень много. В основном иностранных. Также можно брать картинки из Яндекс.Картин. И Google Images. Они вполне подходят для первых вариантов лендинга. Для нашего лендинга нам понадобится машина с шумоизоляцией. Для этого мы лезем сначала в Яндекс.Картинки и ищем, что выдает он по запросу шумоизоляция. Авто. Почему я лезу сначала в Яндекс.Картинки? Яндекс.Картинки работает на технологии Яндекс.Сео. То есть он подставляет те картинки, на которых пользователь обращал больше всего внимания. А это значит, что конверсия с этих картинок, возможно, будет больше, чем с других картинок, которые мы сами придумаем себе в голове. Ну, есть два варианта. Первый вариант – это использовать просто картинку внутренней шумоизоляции, что не очень красиво будет смотреться на лендинге. И второй вариант – это использовать визуализацию того, что будет сделано. Поэтому я поступлю следующим способом. Я возьму какой-нибудь автомобиль. Возьму автомобиль, который пользуется популярностью для шумоизоляции. Для этого мы пользуемся подсказками наших клиентов, которые заказали лендинг-пейдж на шумоизоляцию, например, Хонда Аккорд. Ищу картинку Хонда Аккорда сбоку. Собственно, зачем это нужно? На этой картинке можно будет показать, в каких местах мы собираемся делать шумоизоляцию автомобиля. Беру картинку Аккорда, сохраняю ее себе в картинке. Сохраняю эту картиночку в папку с нашим скетчем и помещаю в Photoshop. Растягиваю так, как мне нужно ее. Допустим, вот так. Вставляю и вырезаю лишние элементы с картинки. Для этого я сначала растрирую картинку, растрировать слой. Вырезаю с помощью инструмента прямоугольная область лишнее сверху, снизу и по бокам. Так, чтобы было понятно нашему дизайнеру и лично нам, что мы собираемся сделать на этой странице, чтобы нам было визуально понятно, что мы сами делаем. Помещаем эту машину. Возможно, надо ее развернуть. Разворачиваем. Теперь нам необходимо на машине нарисовать, что конкретно мы делаем в шумоизоляции. Для этого, во-первых, мы перемещаем картинку в фон или картинку. Это первое. Во-вторых, наводим мышку на инструмент прямоугольник, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем инструмент Ellipse. И теперь мы будем кружочком рисовать, на что мы будем делать шумоизоляцию. Первое. Это двери. Рисуем прямо на двери кружочек. Здесь будет картинка. Это мы все пометим в ТЗ. Пишем двери. Для того, чтобы вместе совместить два элемента, мы нажимаем на кнопочку прямоугольник, называем ее, возможно, даже оставим группу 1, совмещаем вместе, исправляем двери в цвет, который нам необходим, чтобы он хотя бы как-то отражался и было понятно, что за текст написан. Делаем, естественно, более мелкий текст. Пишем двери. И оставляем. Таким образом, при наведении на картинку или на текст двери, у нас будет какое-то описание появляться. Либо, если не описание, то человек может просто нажать на двери и пролистнуть вниз к месту, где идет описание услуги. Что конкретно мы делаем. Далее мы делаем то же самое для остальных четырех элементов шумоизоляции. Как вы видите, я скопировал просто этот элемент, эту группу элементов, и теперь ее размножаю сколько раз мне нужно. И остался только потолок. Цвета, которыми я сейчас рисую, это не цвета дизайна. Нам достаточно просто отобразить, что у нас будет за элементы на лендинге, для того, чтобы дизайнер понял, как это нарисовать. То есть, не важно, как вы красиво, некрасиво это нарисуете. Важно понять, насколько это необходимо и нужно, насколько эти элементы будут востребованы на лендинге, лично вам понять. И дизайнеру, как отобразить это и сделать красиво. Также я могу сделать очень интересный элемент. Нажимаю Alt, Print Screen на выбранной мной опере. Открываю Adobe Photoshop, создаю новый слой, выбираю правой кнопкой мыши на инструменте прямоугольной области, меняю ее на овальную область, выбираю ее, круглую, например. Нажимаю Ctrl-C, нажимаю Ctrl-V. Уменьшаю так, как мне необходимо. И могу вставлять, например, в раздел с потолком. То есть, чтобы было понятно, что визуализировать нужно будет дизайнеру. Итогом мы получили фоновую картинку или просто картинку для нашего лендинга, с которой сможет взаимодействовать посетитель. Переходим к слою логотип плюс дескриптор. Логотип должен всегда присутствовать на лендинг, пейджи, сайте, неважно. Почему? Потому что логотип – это ваше лицо, это ваше брендирование. Значит, вы не шарашкина контора, а вы крупная компания, которая не стыдит своего логотипа. И дескриптор. Дескриптор – это расшифровка, чем занимается компания на данном лендинге и где она занимается. В нашем случае это шумоизоляция автомобиля. в Москве и области. Дескриптор делается маленьким шрифтом под логотипом. В левом верхнем углу. Переходим к блоку «Контакт». «Контакт» – первый самый главный элемент – это номер телефона. В нашем случае мы будем использовать номер плюс семь четыре девять девять. Почему? Потому что все наши клиенты из Москвы и Московской области мы его делаем крупным. И также есть в блоке «Контакты» несколько интересных элементов, на которые обычно не обращают внимание ребята, которые только начинают делать лендинг-пейджи. Первое. Необходимо использовать call-to-action над телефоном. Например, есть вопросы – звоните. И звонить будут только те, у кого есть вопросы. Либо хотите заказать – звоните. Значит, будут звонить те, кто хочет заказать. В нашем случае мы будем использовать «Есть вопросы – звоните» для того, чтобы увеличить количество звонков на телефон. Под телефоном мы расположим блок «Часы работы». «Есть вопросы» «Лючи» «Руга» «Лючи» «Лючи» Продолжение следует...